Прогресс Я попал в группу получать самую активную, где были очень известные люди казанские. И пирамида двигалась очень быстро, то есть там буквально за час уже два выигрыша было, когда другие там по три-четыре дня сидели. Никакого удовольствия на самом деле от полученных денег особо не получаешь, потому что после тебя остаются люди, остаются знакомые, ты начинаешь переживать за них, выиграют ли они, поднимут ли они деньги. Я даже больше скажу, трём людям я вернула деньги обратно, потому что мне их стало жалко, одна из них это была моя подруга. Разные ветки делают разную ставку, то есть у кого-то там была ставка 1300, у кого-то 2400. Позже, посмотрев по некоторым группам, мы увидели то, что вообще есть сумма 100 рублей, то есть на выходе ты получаешь 800 и стоит ли игра свеч. Финансы поступают за счёт постоянного привлечения новых участников. Те вносят деньги, затем привлекают новых людей и пирамида растёт. При этом верхушка может действительно заработать, а низы пирамиды ничего не получают. Они наивно пожертвовали свои деньги тем, кто стоит на ступеньку выше. Да, безусловно, все признаки финансовой пирамиды там есть. Поведение организаторов и участников, оно в точности совпадает с поведением участников классической многоуровневой финансовой пирамиды, в которой каждый очередной участник фактически платит деньги предыдущим участникам, которые вступили ранее, и в свою очередь получают деньги тех, кто вступает в пирамиду позже. При таком построении дела те, кто включаются в последних рядах, как правило, ничего не получают. А выиграть в данном случае могут гарантированно только сами организаторы пирамиды. Подобные предложения продвигают как сами пользователи, которые верят в возможность быстро и легко заработать, или специальные страницы, которые, скорее всего, связаны с организаторами. На деле же эта игра обладает всеми признаками финансовой пирамиды, поэтому большинство людей рискует просто потратить деньги впустую. Одни, понимая, что это пирамида, думают, что они успеют выйти в этот раз вовремя. Это касается в основном тех, кто ранее потерял деньги. Верят, что сейчас успеют все сделать быстрее. Другие вкладчики рассчитывают на высокую доходность, предполагая, что это не пирамида. Они верят, что это нормальные инвестиции, а в прошлый раз у них что-то не сложилось, сыграли внешние факторы, злой умысел, и поэтому предыдущий проект не сработал должным образом. Коллеги, которые пишут с методической точки зрения этот вопрос, разрабатывают и пишут методические книжки по этому поводу, они называют это психические автоматизмы. То есть у людей есть такие условия, психические программы, в соответствии с которыми они действуют, не обдумывая долго решений. И вот один из этих психических автоматизмов – это стремление к быстрому обогащению. Однако мало кто задумывается о том, что в России существует закон, согласно которому организациям, привлекающим денежные средства для своей деятельности, грозит штраф или лишение свободы. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за подобное родное деяние. Статья 172, прим. 2 Уголовного кодекса. Это относительно новая статья в Уголовном кодексе. Она была введена в марте 2016 года, и как раз она предусматривает ответственность именно за подобного рода деяния, то есть за организацию деятельности по вовлечению лиц в финансовые пирамиды. Данное преступление относится к преступлениям средней тяжести, и наиболее строгое наказание – это до 4 лет лишения свободы. Получат ли организаторы новой финансовой пирамиды по заслугам, или им удастся избежать наказания – пока вопрос. Но студентам советуем не забывать старую истину – жадность приводит к бедности.